Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политеха, я приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. И сегодня вместе с нами военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины запаса Сергей Гравский. Сергей, здравствуйте. Приветствую вас, Вадим. Российские оккупанты в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена масштабная воздушная тревога. По информации СМИ звуки были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернобыльской областях, в городе, Киеве. Скажите, пожалуйста, то, что россияне не смогли сделать этой зимой, заморозить украинцев, они попытаются это осуществить уже весной? Ну, вы знаете, речь идет не о заморозке, в общем-то, Украины, а речь идет о террористических атаках против украинских населенных пунктов, потому что эти удары, они не связаны никак с военной инфраструктурой или с ходом боевых действий. То есть противник продолжает свою традиционную тактику запугивания мирного населения, нанесения ударов для того, чтобы, ну, как говорится, осложнить жизнь мирному населению, но, в общем-то, мы к этому привыкли, мы продолжаем нашу борьбу, понимая, с кем и с чем мы ведем эту борьбу. Если анализировать по горячим следам, вот эта ракетная атака, которая еще продолжается, увы, продолжается, она принципиально чем-то отличается от тех ударов, которые ранее наносила Россия по украинской территории? Ну, нет, ничем не отличается. Вы знаете, мы уже имеем очень большую историю, как говорится, этих ударов, если сравнить предыдущие удары с тем, что мы получили и получаем сегодня, в общем-то, особых-то изменений нет, ну, может быть, разница там или различие в каких-то географических локациях, направлениях, но по сути своей, по философии нанесения этих ударов, если можно говорить об этом, они являются абсолютно идентичными, как я говорил, это орудия террора. Давайте обсудим ситуацию, которая нынче складывается на фронтах и в приоритете Бахмут. Российские военные заняли всю восточную часть Бахмута, на правом берегу реки Бахмута, об этом сообщает институт изучения войны, ранее Пригожин заявлял о том, что ЧВК Вагнера заняли все, что находится восточнее реки Генсекната. Йенс Толтенберг заявил о том, что в ближайшие дни Бахмут падет. Как вы оцениваете ситуацию? Ну, знаете, я так не драматизировал, Бахмут падет. Нужно понимать, что есть такое понятие, как военная целесообразность, и мы об этом говорили очень много, то есть есть смысл оборонять позиции в Бахмуте до тех пор, пока они помогают выполнять задачи той операции, которую ведут силы обороны Украины, а именно сдерживание противника, нанесение ему максимальных потерь с целью недопущения последующих наступательных действий противника. То есть занять-то они разваленные Бахмута смогут, но что дальше, куда они пойдут и смогут ли они вообще идти вперед. И поэтому здесь мы наблюдаем, ну, как бы пока абсолютно осознанные действия украинского военного руководства. Знаете, единственное, что можно сказать тут, главное не перейти ту грань, за которой целесообразность, военная целесообразность обороны перейдет уже в отчаянное сопротивление для того, чтобы просто не допустить противника в то или иное место. Но я думаю, наши военные примут соответствующее решение, и мы перейдем уже к следующей фазе оборонительных и возможных наступательных действий. Президент Целенский на заседании Ставки, после того, как было принято решение продолжать оборону Бахмута, заявлял, что гипотетический захват этого города российскими военными откроет им дорогу в Краматорский, Славянск. Есть мнение и того же Института изучения, военные аналитики этого центра и ряда военных экспертов, что даже если Россия захватит Бахмут, она не сможет использовать это для развития оперативного успеха. Ну да, абсолютно верно. В общем-то, достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть, что следующим направлением действий противника может быть дуга, если можно так сказать, которая включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. То есть это зона, в которой украинские войска готовятся к обороне, где создана система инженерных укреплений, организовано огневое взаимодействие, и мы будем сражаться там. А сможет ли противник проводить какие-то наступательные действия после Бахмута? В общем-то, в этом и заключается суть этой операции, чтобы не допустить таких наступательных действий, чтобы его наступательный потенциал был уничтожен именно на этих позициях, для того, чтобы он просто физически не смог продолжать двигаться вперед. Так как это, например, случилось в свое время в Северодонецке или Сичанске. Да, украинские войска отошли из города, но, в общем-то, линия фронта и до сих пор именно в том месте, где мы закрепились еще в начале июля месяца. Вот примерно такая же ситуация предусматривается и здесь, в Бахмуте. Несмотря на крайне напряженную ситуацию в Бахмуте, так утверждал, кстати, и Александр Сырский, анализируя то, что происходит в этом городе и вокруг него, в международной прессе и, в частности, Нью-Йорк Таймс писала о том, что есть попытки украинского контрнаступления под Бахмутом, осуществлялись атаки украинско-десантных штурмовых бригад и, к примеру, связанный с российским министерством обороны Паблик Рыбарь, врагов также необходимо отчитать, пишет о контрнаступлении вооруженных сил под Бахмутом. По его данным, украинская сторона готовит вторую линию обороны Славянск-Рамоторск-Константинов-Катаревск. Ну, вполне возможно. То есть нужно понимать, что если мы говорим с вами об уничтожении наступательного потенциала противника, это не предусматривает исключительно сидение в окопах и уничтожение противника решительными контратаками. Можно отбросить противника, нанести ему такое поражение, которое просто принудит его остановиться. И ничего удивительного в этом нет, что мы проводили такие контратаки, я скажу больше, серия таких контратак позволила стабилизировать линию на так называемом южном фасе обороны Бахмута, именно на направлении ступочки Иваниевски. Что касается подготовки следующей линии обороны, ну, в общем-то, она готовилась давно. И это не является каким-то таким страшным секретом, об этом знали все. Она усовершенствуется, эта линия. Мы готовы встречать противника и дальше. Если противник сможет дойти, конечно, до этой линии обороны. В общем-то, ничего нового. Война продолжается. Война продолжается, да, действительно, это так. The Economist пишет о том, что Валерий Залужин не попал в ловушку России в Бахмуте. Новое российское наступление частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать свои резервы, что значительно затруднило бы контрнаступление. Издание пишет, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям у России. Вместо того, чтобы бросить в Бахмут значительные резервы для спасения этого города и участка фронта, что имеет больше символическое, чем военное значение, кстати, об этом говорил и министр обороны Шалуид Остин, Залужин отправил войска за границу для обучения на новой технике. Украина готовится к контрнаступлению. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Я скажу больше, что внимательно наблюдая за ситуацией, я не видел ни одной новой части, которая была сформирована для того, чтобы использовать именно западное вооружение на линии фронта. То есть героическая борьба наших воинов на этом направлении позволяет нам измотать противника и создать предпосылки для проведения решительных наступательных действий украинских сил обороны в будущем. И уже в конце марта мы знаем это заявление, как бы даже не украинских источников, а западных источников, как минимум 10 тысяч украинских бойцов закончат свою подготовку в Европе, и они вернутся. А 10 тысяч, это на секундочку три бригады, как минимум. И это только Европа. Мы говорим о подготовке других кадров, и еще раз говорю, что именно героическая борьба наших подразделений сейчас позволяет нам создать такой ударный мощный кулак, который позволит нам выполнять задачи уже наступательных операций через определенное время, скажем так. Опять же, аналитики The Economist пишут о том, что вот это контрнаступление, оно может начаться уже в следующем месяце, в апреле. Америка и Великобритания наконец-то осознали, что затяжная война не в интересах Запада. Более того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее. Поворотный момент наступил 20 января на восьмом заседании контактной группы по обороне Украины. Речь идет о Рамштане. Союзники согласились вооружить Украину. Соответственно, поток оружия превратился из ручейка в поток. Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40%. Это более 8 миллиардов долларов поступило всего за три месяца. Начиная с декабря, поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества отправлены в Украину за вес 2022 год. Говоря и высказываясь относительно готовности Украины к контрнаступлению, как бы вы оценили и те последние поставки той международной помощи, которую наши союзники предоставляют вооруженным силам Украины? Вы знаете, Вадим, я всегда, как военный, скажу, что всегда чего-то не хватает. Всегда хочется чего-то больше, всегда хочется чего-то помощнее, подальнобойнее, посерьезнее. Поэтому я всегда осторожен в своих оценках относительно готовности наступательных действий, потому что, знаете, тут необходимо еще понимать, куда мы будем наступать и откуда мы будем наступать, против кого. То есть, если мы, например, имеем дело с очень условной линией обороны, как мы имели в Харьковской области во время нашего контрнаступления, это одно дело. Если мы имеем дело с обороной, которую противник, например, готовит на других участках, и эта оборона претендует быть достаточно мощной, то, соответственно, и уровень готовности нужно оценивать несколько другими параметрами, то есть, учитывать и большее количество войск, и количество и качество техники, которые имеются или будут иметься в наличии, и в том числе и те запасы, которыми будут обладать украинские силы обороны при проведении этих атак. Но, в общем-то, хочу сказать, что такие поставки, они как бы вселяют уверенность. Я бы не назвал это широкой рекой, честно вам скажу. Это все-таки еще ручеек, который несколько расширился, но все равно расширение... Далековато до широкой реки, далековато, да? Да, еще далековато до широкой реки, мы еще не видим, не слышим гула вертолетов и самолетов западных, мы еще не видим широкомасштабного подхода танков и другой тяжелой бронированной техники, которая нам необходима. Но, как бы, это все в дороге, мы понимаем, что шум уже слышен, и мы это в скорости увидим. Тогда уже будем делать определенные выводы, где, как и на какую глубину мы сможем проводить такие наступательные операции. Ну, вот, кстати, по поводу авиации Анжей Дута, президент Польши, сказал о том, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МИГ-29, но, беря во внимание эту риторику Дуды относительно того, что в рамках международной коалиции, мы же понимаем, что должно быть согласие других стран. То есть, Дуда, может быть, не хотел бы передать нам все свои МИГи, но не может. Вы понимаете, в чем дело? Тут нужно понимать, что есть еще такое понятие, как коллективная ответственность в рамках НАТО. И каждый этот самолет, он имеет свое место и задачу именно в системе коллективной обороны НАТО. И нельзя просто так вот одним жестом взять, решить и передать самолеты, потому что это может, в принципе, даже ослабить боевые позиции НАТО. И знаете, такой жест, он должен включать в себя очень серьезный комплекс мероприятий, которые имеют своей целью не допустить снижения обороноспособности, в первую очередь, членов Альянса, а во-вторых, уже помочь Украине. То есть, знаете, как говорил мой генерал в свое время, спочатку свои, а потом дядин. Поэтому планирующие органы НАТО отдают себе отчет необходимости обеспечения Украины. Но, повторюсь в который раз, мир не готовился к такой войне. И того количества вооружения, которое нам бы хотелось получить уже здесь и немедленно, но просто не существует в мире. Поэтому мы должны исходить из этих реалий, что понимание необходимости помощи Украины существует, но есть еще просто практические ограничения. Поэтому хорошо, что такие заявления звучат. Это значит, что цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину, и мы это оружие получим. Конечно же, хотелось бы быстрее. Но процессы есть процессы, и физическое наличие тех или иных видов вооружения, они тоже являются таким неким ограничивающим фактором. Поэтому наблюдаем. Безусловно, эти самолеты придут. Вопрос, когда именно. Это вопрос времени. Но если же о Абрамсах, там и президент Ленский говорил, что если вы нам предоставите танки к концу лета, а именно в августе месяце, то будет слишком поздно. На ваш взгляд, исходя из вот этой публичной риторики тех или иных заявлений, вопрос о предоставлении авиации. Он может быть принят? Кстати, на грядущем Рамштане обещали, что этот Рамштайн, 10-й, по-моему, должен состояться в середине марта, уже 9 марта. Но пока официальная информация о том, когда будет проведено это заседание, а пока еще нет. Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Нужно понимать, что это логика ведения боевых действий. И в том, что нам дадут авиацию, нет сомнений. Вы абсолютно правы, и я соглашаюсь с президентом Украины, что это все должно быть синхронизировано. Потому что любая задержка, она как бы затруднит проведение таких наступательных операций. Почему я настаиваю на авиации? Но это объективно. Потому что нужно понимать, что без надежного прикрытия с воздуха говорить о каких-то успешных широкомасштабных наступательных операциях достаточно сложно. То есть нужно понимать, что противник, несмотря на его просто феноменальную слабость, все-таки имеет определенный потенциал для того, чтобы наносить удары в ответ. И сами понимаете, насколько приемлемой целью или желанной целью являются танки в поле, не защищенные с воздуха. То есть их нужно прикрывать. И прикрывать не только средствами противовоздушной обороны, а и средствами активного противодействия, а именно авиации. Поэтому авиация для нас критически важна. И точно так же, как и танки, которые придут в конце лета, когда активные фазы боев уже объективно будут стихать, и авиация, которая может прийти еще позже, они просто отодвинут время нашей победы и приведут опять же к ненужным человеческим жертвам, которых можно было бы избежать, если бы решение было принято гораздо быстрее. Официальные лица Евросоюза, кстати, сообщили о том, что до конца марта подготовят 11 тысяч украинских военных. И возвращаясь к публикации The Economist, Валерий Залужин рассчитывает создать три корпуса в 60 тысяч бойцов для наступления вооруженных сил Украины. Западные официальные лица расходятся во мнениях относительно того, количества войск достаточно, чтобы выбить россиян с оккупированной территории. Также серьезной проблемой остаются боеприпасы и нехватка авиации. Но относительно нехватки авиации мы с вами поговорили. А вот по поводу трех корпусов, 60 тысяч бойцов для наступления, как вы оцениваете эту цифру? Ну, в общем-то, это минимум, который нам необходим для наступления, исходя из того, что мы видим против нас. Что воюет против нас? Какие войска воюют против нас? И знаете, если говорить о классическом соотношении наступающих сил к обороняющимся, то, конечно, этих корпусов недостаточно. Но если брать во внимание, что это ударные корпуса, и они являются одним из элементов сил обороны Украины, то, в принципе, создание таких мощных наступательных маневренных объединений может позволить нам выполнить достаточно серьезные задачи, ну, такие как освобождение Крыма, что для нас критически важно на сегодняшний день. Впоследствии, приобретя уже такой боевой опыт, эти корпуса смогут уже взаимодействовать и продолжать наступательные действия уже с выходом на границы Украины, ну и, возможно, в зону безопасности, которую нам необходимо будет создать для того, чтобы избежать повторного вторжения российских войск. То есть, в сторону Ростова, в сторону Белгорода, Ковска и так далее. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот успех на каком-то участке фронта со стороны вооруженных сил Украины может привести к обрушению путинской армии, демонтажу его режима? Потому что вот когда мы говорим, допустим, об успешной операции по освобождению Крыма, то беря во внимание вот эти все духовные скрепы, то победобесие, которое было в 14-м году в России, родная гавань и прочее, прочее, извините за это слово фигня, может ли успех вот в Крыму привести к тому, что война закончится, потому что будет нанесен тот удар, который будет являться, ну, достаточно сокрушительным? Очень бы хотелось, но нет. Очень хотелось бы, но нет. И, понимаете, в общем, я исхожу из более материалистических предположений и выводов, чем, ну, скажем так, некие духовные или психологические сентенции. Почему? Для нас Крым исключительно важен для, скажем так, восстановления экономического благосостояния Украины. Сами понимаете, с заходом украинских сил в Крым мы фактически блокируем российский военный флот, ну, буквально в Новороссийской бухте. Вернее, все, что от него останется. Я, как бы, могу предположить, что в случае отхода из Крыма Россия займется своей исторической миссией, так, как она делала всегда. Она начнет топить свой флот просто. И нужно понимать, что мы таким образом практически очищаем акваторию Черного моря от пиратских действий российского военно-морского флота. И мы позволим уже налаживать именно экономические коридоры, линии коммуникации и продвигать наши товары на внешние рынки. Что касается, как бы, изменения ситуации, и после освобождения Крыма, давайте не забывать, что в России действует достаточно мощная пропагандистская машина, которая может объяснить россиянам, что они воюют против всего фашистующего Запада. И уже сейчас их, в общем-то, готовят к такой мысли, что они могут поступиться некими территориями. Да, безусловно, это может быть удар. Об этом Шахтазар заявлял на одном из пропагандистских каналов, говорил, ну, беря во внимание то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем с Западом. И учитывая ситуацию, мы можем проиграть. То есть такая уже риторика допускается. Совершенно верно. То есть режим уже готовится к каким-то определенным действиям в попытке сохранить самое себя. В надежде, что они устоят и со временем восстановятся и смогут опять возобновить какие-то агрессивные действия. Поэтому вряд ли это приведет к обрушению самого политического режима в Кремле. Да, возможны некие имиджевые потери, но, в общем-то, об имидже тут уже речь не идет, а речь идет о физическом существовании вот этого кремлевского режима. Но ему пока даже разгром в Крыму не сильно угрожает, потому что они как бы выстроили достаточно стройную систему, которая позволяет им существовать, ну, в общем-то, и без Крыма. А охлосу они объяснят, что случилось, почему так произошло, и как героические моряки Севастополя там в очередной раз оборонялись от превосходящих сил противникам, вынуждены были уйти под натиском там коалиции, как это случалось, в общем-то, всегда в Крыму и в Севастополе. Но бегство российских солдат по Керченскому мосту российские федеральные каналы не покажут. Ну, они, конечно же, не покажут, но зато мы можем показать это. Я, например, всегда говорил, что, ребята, давайте сохранять голову холодной, давайте не уничтожать Крымский мост, ну, хотя бы для того, чтобы дать возможность и изменникам, и солдатам уйти. Мы не настолько кровожадные звери, как русские, чтобы сознательно уничтожать всех пленных, чтобы бороться с женщинами и детьми, каких бы политических взглядов они не придерживались. Это их выбор, но как бы не мы дали им жизнь, не нам ее отбирать. Я имею в виду тех, кто не оказывает реального сопротивления украинским силам обороны. К тем никакой пощады быть не может. Они должны быть уничтожены и изгонены из нашей семьи. Сергей, огромное спасибо вам за этот разговор. Военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины Сергей Грабский был сегодня вместе с нами на Политэк. Спасибо всем нашим зрителям, слушателям, подписчикам. Берегите себя, и мы обязательно услышимся и увидимся. Всего доброго.